С начала сентября идет прием документов для участия в отборе в президентский молодежный кадровый резерв. Заявление подали более 130 североказахстанцев. В основном это активисты Амжарского, Болихановского и Казалжарского районов. Однако у многих ребят возникают проблемы уже на первых этапах. В чем причина, узнавал мой коллега Алишер Ашимов. Молодые и целеустремленные. Именно такие ребята должны быть в президентском молодежном кадровом резерве. Сегодня заявление на участие в отборе подали более 130 североказахстанцев. Больше всего кандидатов из Акжарского, Олехановского и Казалжарского районов. Чтобы стать потенциальным резервистом, участникам необходимо пройти ряд процедур. Правда, у многих на первых этапах возникают проблемы. В основном они связаны с загрузкой документов. Хотел заново загрузить удостоверение, так как загрузил его некорректно и теперь программа не распознает мое лицо для дачи теста. Можете помочь? Возможность удаления удостоверения со стороны пользователя отсутствует в связи с потенциальной возможностью подмены удостоверения на время прохождения тестирования. В таких случаях обращайтесь в онлайн-чат на главной странице krt.kz. Техническая поддержка поможет разрешить этот вопрос и заменить удостоверение только с вашего согласия при полном соответствии вашего лица с предоставленным удостоверением. Удостоверение личности потенциальный резервист должен загрузить на сайт в формате PNG, иначе там не примут документ. Поступают жалобы и по поводу технических неполадок сайта. В основном они возникают во время тестирования. Однако специалисты оспаривают данную проблему. Сайт работает без отклонений и проблема заключается в нестабильности или низкой скорости интернета у участника отбора. На сайте ежедневно задают тестирование несколько сотен человек. При этом прохождение тестирования доступно для пользователей 24 часа 7 дней в неделю. Скорость интернета от провайдера может быть нестабильной, поэтому не выбирайте пиковые часы нагрузки, так как интернет в этот период времени может быть у вас нестабильным. Важно сдавать тестирование только при стабильном интернете со скоростью не менее 5 мегабит в секунду. Повторная передача не предоставляется. Неисправные компьютеры, нераспознавание речи и нестабильный интернет могут привести к аннулированию результатов тестирования, отметил спикер. В общем, кандидат несет ответственность за свое участие в отборе. Прием заявлений продолжится до 30 сентября. Аля Шарашимов, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Субтитры создавал DimaTorzok